Я думаю, мы будем начинать? Продолжать. Как настроение в пятничный вечер? Еще есть силы слушать? Ура! Давайте как-то бодрее. Сейчас будет классный доклад про новый Бабель. Прям из первоисточника. От человека, который участвует в разработке Бабеля. От Артема Еворского и… Раз, да. Давайте Артема поприветствуем. Спасибо, что остались. Послушаю доклад про Бабель и не только. Меня зовут Артем Яворский. Вообще, чем я занимаюсь? Днем я занимаюсь коммерческими проектами. Оно работает? Чего? Да, все. Сейчас, в данный момент, я на фрилансе пилю такую штуку. Это интерфейс, написанный на канвасе, для того, чтобы… Вот у меня был доклад на другом метапе, на реактиве. Про то, как мы делали из 30 fps 60 fps и про то, как мы time to interactive делали с 14 или 15 секунд до 2 секунд. Кому интересно, можете посмотреть. Еще в ночное время, когда у меня остается после вот этой фигни свободное время, я пилю open source проекты. Начинал я с бранча года 2-3 назад. Бранч – это такой сборщик. Вот, вы знаете, веб-пак. Раньше был бранч, он такой популярный, но сейчас меньше, намного людей стало пользоваться. Потом S-Lint Plugin Compact. Что это такое? Это S-Lint Plugin, который на ходу подбирает вам такие правила на основе тех полифилов, которые вы сейчас используете. Допустим, если вы используете fetch, ну, если вы в коде используете и не подключили полифил, он кинет вам S-Lint ошибку. Если вы там payment request подключили, при этом без полифила и так далее. Также вы можете использовать, ну, то есть подбирать браузеры. Если у вас там последние две версии браузера, оно тогда ошибки откидывает, потому что эти браузеры уже суппортят там и fetch, и intersection observer и так далее. Окей. Кроме этого, недавно написал плагин на питоне для sublime текста. Не знаю, кто-то с sublime текстом, если еще пользуется, он такая удобная штука. Как вот в S-коде, только на sublime, оно показывает следующую NPM-версию пакета. Я просто пользуюсь, я очень люблю sublime, и для меня было полезно. Окей. Кроме этого, там регенератор что-то делал. И про Babel. Вот сегодня доклад, хочу рассказать именно про Babel. Вообще, как я начал контрибьютить в Babel, с чего все началось. Это было год назад. Я сидел, пилил этот интерфейс на Canvas. И мне очень сильно это все, мне надоело. И, да, это был октябрь. Такой черно-белый код. Я расстроился. И решил написать pull request. Думаю, вот чем-то надо отвлечься. Написал в свободное время pull request, который… Вот тогда только появился проект Babel Preset Enf. Я дальше буду о нем говорить. И я вот там написал штуку такую, чтобы можно было браузер указывать, как в автопрефиксере. И оно там на ходу подбирало вам лучший бандл. И этот pull request замерджили. Потом вот вообще стало весело, классно. Типа смерджили pull request. Это круто. Не, ну не так, на самом деле. Потом я еще вот на радостях закинул 84 коммента в основу уже репозиторий Баделя. И меня позвали в команду. Классно. И вообще я хочу поделиться таким… Несколько слайдов этому посвятил. Опытом вообще, зачем я это делал. И потратил там столько времени. Ну вообще тратил время на это. И сейчас трачу. Вот какие минусы из этого всего можно выделить. Во-первых, ты тратишь двух и больше часов в неделю на вот этот open source. Просто тратишь и все. Потом очень сложно объяснить девушке, чем ты занимаешься. Потому что ты как бы за это деньги не получаешь и на работу не уходишь. Потом сложно объяснить друзьям, которые вечером, вот в пятницу, там пиво зовут попить, а я тебе рассказываю про Баби. Нет, ну ладно. И Ведьмак 3 так и не пройден. Материальное разочарование, как я уже говорил, это исходя из второго пункта. И все равно этим занимаешься. И вот я замапил плюсы из плюсов. Вот оно тут все, конечно, верстка поехала, потому что я перевел в Powerpoint. Оно должно было представить, что друг напротив друга все стоит. Получаешь от двух и больше часов очень хорошего опыта, потому что ребята со всего мира закидывают pull request. Ты там смотришь код, анализируешь, там ревьювишь и так далее, получаешь крутой опыт. Очень хорошо объяснять интервьюверу на собеседование, потому что они как бы тоже могут, ну это может стать плюсом. Объяснить клиенту, это если вы фрилансер, очень круто, да, там если клиент на вас выходит, скорее всего он выйдет на вас с большой вероятностью через open source. Ведьмак 3 так и не пройден, но это плюс, потому что дофига времени не убито. И есть шанс выйти на open collective, то есть в плане материального разочарования, вот оно друг напротив друга. Open collective, это, я дальше буду об этом говорить, это такая платформа для донатов, в принципе, там такой open source проект. И все равно этим занимаешься, потому что это очень круто. И вообще это хотел бы, я очень хотел бы сравнить с такой штукой. Вот в 70-х годах в Америке был homebrew computer club, клуб самодельных компьютеров. Ребята собирались после работы или на выходных в таких залах и делились технологиями своими. То есть во время работы они там какие-то знания получали, а потом приходили безвозмездно делились вот теми знаниями, которые они получили. И там такой царил мини-коммунизм, в принципе, никто там ничего не патентовал, в суд ни на кого не подавал. Именно в этих стенах там вот ходил туда возник, иногда Джобс приходил посмотреть и начал зарождаться именно Apple. Ну и другие крутые компании, которые я сюда не закинул почему-то. Но сегодня я хочу именно поговорить, да, вот это про Babel, очень такой большой open source проект. Это что такое Babel? Многие, возможно, не знают, но я надеюсь, что знают. Это JavaScript компилятор. Что такое компилятор, что он делает? Вот сейчас попробую на одном слайде объяснить. Вот он делает ваш такой код в такой. И тут опять верстка поехала, и по-моему, шериф. Ну ничего. Вот зачем это? Вот чтобы все браузеры вот с таким кодом были довольны. И ETH, и EDGE, и так далее, и старые хромы. Тут вроде все понятно. Недавно Babel исполнилось три года. И судя по статистике, такой сомнительной, больше 110 тысяч веб-сайтов используют transform-классы. Ну то есть это самый первый плагин, и скорее всего он у вас есть, если вы там используете Babel. И на NPM уже больше 11 миллионов загрузок в месяц. Больше 2000 плагинов зарегистрировано именно Babel плагинов. И больше 1000 пресетов за это время. И кроме этого у нас уже там в самом репозитории около 11 тысяч комментов. И 516 человек когда-то что-то контрибьютировало. Это круто. Также мы вышли на Open Collective. Что это такое? Это такая платформа большая для того, чтобы люди, частные какие-то разработчики или компании, закидывали донат, кому там сколько не жалко, на поддержку open source проектов, которыми они пользуются. И вот такой пример, ну такой противоречивый твит, но дело в том, что вот чувак пишет, что некоторые компании готовы закидывать на SQL сервер там 20 тысяч в месяц, но не готовы там несколько баксов закинуть за open source проекты. Babel, потому что это же open source проект, это же бесплатно и так далее. Ну окей. Вот я ребят с комьюнити таких выделил, кто тоже помог проекту. Это очень круто, большая им благодарность. Вот там повыделял. И сейчас у нас уже есть 37 тысяч долларов, это годового бюджета. И вот многие спрашивают, зачем open source проекты, как деньги, как их можно потратить. Можно вот так, к примеру, потратить. Отличная реклама. Я думаю, много новых контрибьюторов привлечет. Ну пробег, ну гелик, ну блин, да. И на самом деле вот, как тратим. Чувак съездил пару раз на несколько встреч технического комитета. Остальная часть команды многим платит компания, кому-то не платит, кто-то никуда не ездит и так далее. Но в принципе пока только вот это все расходы, что были за все время, пока мы на open collective. Окей. Кому интересно, да, вот ссылка. И сейчас поговорим про сам проект, про Babel. Теперь это так. То есть даже так, если вы это хотите добавить в пакаджи Sony, то есть семантическая версионность. Теперь, вот как вы заметили по этому символу, Babel — это scoped package. Мы проводили опрос. Тут Генри, главный майнтейнер в Твиттере. Что такое? Ну хотите, чтобы Babel был scoped? И многие не поняли, что это такое. Но 42% все-таки захотело, чтобы это был scoped. И теперь из-за этого всем придется писать такую собаку в начале и слэш. На самом деле, кроме этого, есть еще много плюсов. Что такое scoped package? Я его в Google Translate ввел как-то, и мне показал пакетный пакет. Думаю, ну ладно, сделаю скриншот. Вот он пригодился. Да, во-первых, не надо добавлять каждого человека. Вот у нас есть какая-то команда, open source команда. Не надо добавлять каждого человека в каждому пакету, потому что Babel — это монорепозиторий. Там находятся около 30 разных пакетов. То есть все официальные плагины, прессеты, генераторы, парсеры и так далее. Это все отдельные пакеты, но они находятся в одном репозитории. И теперь они находятся в одном скопе, в NPM. И нам удобно добавлять человека просто в скоп, и все. И нам надо для каждого прописывать эту команду. Да, только команда может паблишить новые пакеты в этот скоп, и никто там другой не может под Babel ничего закинуть. И легче отличить официальные пакеты от неофициальных. Да, тоже кто там волнуется, что у них там, вот там я как показывал, больше двух тысяч плагинов сейчас на NPM. И если вы там хотите точно быть уверенными, что их саппортят и там не забьют через два дня, вот так понятно. И удобно группируются в NodeModules. Если туда кто-то заходит, они там в отдельной директории после этого будут. Вот я пример. Если NPM publish, и я не в команде, тогда 400 в троих шипу кидает. И теперь вот все пакеты, кто там в Package Sony видел, такие всякие знакомые названия, Babel, Preset, Env и так далее, вот теперь так надо прописывать, и все. А так ничего не поменялось, кроме этого. Да, и последняя версия сейчас. Это седьмая бета, 32. Через неделю выкатим релиз кандидата, и скорее всего с начала следующего года уже будет седьмой вебель официально нормально работать. Какие изменения произошли? Мы остановили поддержку нот ниже шестой версии для разработчиков, чтобы привлечь новых контрибьюторов, кто там хочет писать всякие новые штуки. И четыре для пользователей, чтобы поддерживать старые проекты. Кроме этого, Babel остается ES Next 5 компилятором. И я сейчас расскажу, как мы с этим справляемся. Мы начали сотрудничать с техническим комитетом. У технического комитета есть на GitHub проект, называется Proposals. То есть там все предложения по JavaScript. И мы создали зеркало, в котором стараемся поддерживать каждый proposal, обновлять версию. И как только новый proposal появляется, мы сразу стараемся его добавить в Babel. И сейчас немного расскажу про этот процесс, как это все происходит, вообще, что такое proposal и как они работают. Допустим, у вас пришла идея улучшить JavaScript. Придумали синтаксис новый или какую-то фичу. Что вы делаете? Вы идете и закидываете PowerQuest в этот proposal, его мерджат. И после этого на следующем собрании ему присваивают или не присваивают stage 1. То есть собрание проходит раз в два-три месяца. Технический комитет собирается и обсуждает, что делать с вашим предложением. В технический комитет, как правило, входят очень хорошие разработчики из всяких крупных компаний. Но в принципе туда могут входить и частные разработчики. Но в принципе вы тоже можете, если у вас будет много крутых proposal, и вы в JavaScript мире станете авторитетным. Потом проходит еще одна встреча. Если все проходит отлично, то дают stage 1. Это уже официальный proposal. Кроме этого еще одна встреча. Вот эти встречи постоянно проходят. Если все круто, вот вашу идею продвигают дальше. Уже это драфт. И после этого еще одна встреча. И возможно это будет три кандидата. И в это самое интересное то, что некоторые Canary версии браузеров могут уже добавлять субпорт. К примеру, там Safari Technology Preview. Вот сейчас Object Red Spread и так далее. У них уже поддержатся, хотя это на stage третьем. И так далее. И потом вот последняя встреча. Ну не последняя, в принципе, встреча. А для вашей крутой идеи это последняя. И тогда ему дают там четвертый stage finish. И уже все браузеры потихоньку начинают имплементить. Мы потихоньку выпиливаем его со stage пресета. Вот все браузеры имплементят. На самом деле не все. Как вообще бабель? Что он делает? Мы берем, если это синтактические изменения, мы берем и закидываем изменения в сам Babylon. Это парсер. То есть чтобы не было на экспект токен ошибки, нам надо распарсить код правильно. И мы кидаем pull request в сам парсер. И кроме этого мы создаем плагин, который меняет конкретно код. Берет и с ES6, с ES7, с ES8, то есть в ES5. Именно в то, что понимает браузер. Любой браузер, который нам надо саппортить. И потом добавляем это в какой-то пресет с следующим релизом. Окей. Ки изменения за последний год в седьмом бабеле будут именно в пресетах. Во-первых, это, я не знаю, анимация будет или нет. Вот было два пропозала. Это class fields и static properties и class fields declarations. А, стоп. Короче, тут все анимации накрылись. Я сейчас объясню. Там должны были так круто они выезжать. Ну, окей. Теперь у нас есть class fields declarations. Вместо… Блин, да что тут с этим? Вау, оно работает. Класс. Да. Был пропозал class fields declarations, и теперь его сплитнули… Что там накрылось? Окей. И теперь это два пропозала. Это instance fields и static fields. То есть static fields – это все свойства и методы класса. Выделили. И instance fields – это свойства и методы именно инстанса. Вот сейчас пока в бабеле на стаиже 2 висит пропозал, мы его тоже сплитнем. То есть здесь мы видим и static fields, и instance fields. Вот в первом случае это static, когда мы прям в классе можем вверху, вот через прям declaration, мы можем вот так, типа static b равно full. И это будет как статическое свойство именно класса. И также мы можем присвоить для инстанса, то есть многие сейчас так делают, кто не хочет там, кто пишет на реакте, кому не хочется писать каждый раз bind и так далее, могут эту row функцию писать вот во втором варианте. И оно будет работать как this, там c равно там, какой-то ваш метод и bind this. Это многие используют сейчас, я думаю. И кроме этого, по поводу приватных полей, сейчас висит pull request, мы его там тоже скоро смерджим. И тут тоже все, конечно, поехало. Приватные поля можно в классах добавлять с использованием такого символа. То есть что это за поле? Это поле, доступ к которому можно получить только внутри этого класса. Согласно спецификации, мы создаем wikmap для каждого свойства. Что такое wikmap? Это вот есть map, это коллекция ключ-значения, где ключом может быть все что угодно, но в wikmap ключом может быть только объект. И wikmap имеет очень слабую связь то есть он не препятствует сборщику мусора удалять в итоге этот объект, который является ключом, если на него больше ничего не ссылается. Это для памяти круто. Выглядит бы, трансформация будет примерно так. Тут что-то опять все поехало. Окей. Многие спрашивают, почему не использовать приват. Именно приват x, допустим. Как мы статик используем, мы так используем приват. Дело в том, что речь идет про совсем разные пространства. Вот приват будет конфликтовать с просто instance x. Допустим, в этом примере у нас есть приватное свойство x, мы его обозначаем во время создания. Допустим, это два. А потом мы вне уже самого класса присваиваем новое ему свойство. И непонятно, что в этом случае делать. Перезаписывать наше приватное свойство как на неприватное, или кидать type error какой-нибудь, или еще что-то делать. То есть непонятно. Но с этим символом все становится ясно. Мы можем использовать x и обычный, то есть неприватные свойства и метод, так и приватные с таким символом. Окей. Кроме этого, распред пофиксили. Теперь оно отлично работает с символами. Раньше работало только с стринговыми ключами, теперь с символами тоже. Кто там использует? Ну, это неважно. И кроме этого, у Леши Швайки доклад был про свойства Unicode. Теперь этот пропозал уже на стейдже третьем, и мы можем использовать свойства Unicode. То есть что это такое? Все Unicode символы имеют определенные свойства, с помощью которых их можно группировать. То есть это символы греческого алфавита и так далее. И одной из групп может быть также Emoji. Допустим, и вот тут, где квадратик, это Emoji. Вот можно использовать его, чтобы оно работало с Emoji. Окей. Кому интересно посмотреть про все свойства Unicode, я потом залью презентаху нормальной версткой, и можете посмотреть по ссылке. Окей. И кроме этого, добавили в стейдж 3 и catch-binding пропозал. Сейчас это кинет ошибку, потому что catch не может быть без аргумента. Это надоедает, потому что аргумент мы не всегда используем. Но теперь вот с помощью, вот после этого пропозала, и с помощью bubble-плагина, вот bubble-плагин создает просто такую фигню, unused переменную, которая нигде не используется, но и старые браузеры не будут кидать ошибку. Окей. И также добавили поддержку динамического импорта. Теперь он тоже не стейдж 2, стейдж 3. И bubble никак это особо не касается, потому что динамический импорт — это там roll-up больше, это вопак и так далее. А bubble просто надо понимать этот код, поэтому это синтаксический плагин. И так просто. Окей. Еще интересная штука — это разделитель чисел. То есть большие числа можно разделять с помощью такого символа, там как восьмеричные и так далее, любые, которые JavaScript поддержит. И транспайлиться оно вот просто в такую штуку, ничего сложного, просто этот разделитель убирается, но это дает нам возможность делать такие штуки. Можно их писать в коде, потому что все равно оно будет возвращать ноль. Окей. И также стейдж, вот многие используют декораторы, которые были на стейдже, по-моему, 3, их отбросили опять на стейдж 1, и их уже не будут, скорее всего, суппортить. И вот есть bubble-плагин Decorators Legacy. Он у Logan Smith, он даже не в bubble-проекте. Теперь на стейдж 2 вышел другой пропозал, который будут суппортить уже нормально и будут нормально продвигать. Это вот пропозал Decorators Stage 2. Что теперь нельзя делать? Вот теперь нельзя делать декораторы над параметрами. Вот в конструкторе видно над параметром. Вот раньше можно было декоратор делать. Наверное, это редко использовалось, но все равно это нельзя теперь. Теперь нельзя делать декораторы над методами обычных plane-обжектов, только над классовыми. И нельзя… Ага, оно там что-то уехало. И нельзя делать перед… Вот там дальше идет экспорт. Перед самим экспортом нельзя писать декоратор, если вы хотите экспортировать какую-то штуку. Вот как раньше многие используют с редаксом. Допустим, вот там connect, и потом экспорт и так далее, и пошло дальше. Вот так теперь нельзя будет. Как теперь можно? Можно, во-первых, использовать перед самими классами, можно перед computed методами, вот так, перед методами-генераторами, и можно перед member expression, когда через точку мы переходим дальше. И внизу опять все поехало. Если вы хотите… Вот там… Сейчас объясню. Если вы хотите использовать вот именно перед экспортом, вы экспортировать весь декоратор хотите, вы тогда пишете экспорт, и потом декоратор, и пошло дальше, вот что вы хотите. Декорирую. Ну, вот так. Просто теперь не перед экспортом, а после экспорта. Окей. И вот новая штука вышла на stage 1 неожиданно, потому что она… Я там смотрел саму документацию, очень вообще сырая была там. Чувак даже писал, ну, можно так, можно так делать по поводу решений. И, короче, выглядит это примерно так. Это блочные параметры. Вот, допустим, у нас есть такой кейс, мы вызываем функцию, и последним аргументом у нас идет callback. Теперь можно… Ага, вот анимация даже есть. Теперь можно сделать так. Вот это напоминает, не знаю, ламбду там в Ruby или еще что-то. Вообще, да, это вдохновлено с многих языков. Вот сейчас опять так сделаю. Окей. Или вот можно с аргументами, с помощью do. Вот так. То есть это, по сути, то же самое. Это сахар, который будет закидывать последнюю вот эту штуку, ваш блочный параметр, как функцию, arrow функцию, последним параметром. Но, кроме этого, вот можно делать такие штуки, к примеру, онлайнс добавить. Вот. Будет как в кофе скрипте там или еще где-нибудь. Или можно даже делать биндинги. Вот такие. То есть создаем сервер и сразу же добавляем к нему много биндингов. То есть это каждый запрос будет хендлиться вот так. Это тоже напоминает какой-то Ruby там или, не знаю, Синатру. Вот так. Примерно так. Окей. И можно даже делать это с GraphQL штуками. Это в примерах было. Это же непонятно. Ну, да, все поехало, конечно. Но вот GraphQL можно, это, короче, обернуть первый аргумент в прокси и потом смотреть, к чему мы получаем доступ и формировать GraphQL query именно по вот этой штуке. Окей. И можно в JSX делать вот, в JSX мы не можем там добавить внутрь, запихать там if statement и так далее, потому что это statement. Мы в JSX можем только expression запихать. И эта штука является expression. Поэтому мы можем тоже такие конструкции строить, там when и все что угодно. Прямо в JSX. Окей. И вот последний плагин, это CoffeeScript JS. На самом деле он называется optional chaining. То есть кто раньше на CoffeeScript писал, многие злоупотребляли, писали очень много вопросов. Ну там, потому что, ну мало ли, вдруг ничего не вернет, можно вопрос написать, чтобы на всякий случай. Теперь это так можно будет в JavaScript. И это уже, да, это настоит G1, но тоже, мне кажется, его будут нормально продвигать, это удобно. И Babel это просто транспайлит в обычный тернарный оператор. Окей. Теперь поговорим про TypeScript. Вообще, какое отношение Babel имеет к TypeScript. Что, по сути, нам надо сделать? То есть сами ошибки, мы с помощью других штук, с помощью самого TypeScript, там CLI, или там с помощью редактовых всяких плагинов отлавливаем. Но Babel нужен для того, чтобы просто вырезать лишние аннотации. И вот сейчас у нас есть таких два стула, если мы хотим использовать TypeScript с Babel. Вот первый это AWS TypeScript Loader, и второй это TS Loader. И они не особо удобные, потому что здесь нам надо писать useBubble true, подключать его, и там еще конфигурировать его отдельно, то есть это вообще неудобно. И вообще, почему не использовать, ну, то есть использовать Babel, а не TypeScript? Потому что Babel начинает имплементить новые штуки уже со стейджа 0, ну, мы стараемся, а TypeScript, они более консервативные, они всегда такие вот стейдж 3, тогда можно подумать, нужна ли эта фича нам. И, ну, примерно так. И поэтому, если хотите использовать, вот именно с Babel, то, да, сейчас расскажу как. Да, вот TS Loader плохо, потому что мы отдельно Loader подключаем, и вебпак вообще огроменный получается, ну, то есть конфиг. Окей. И поэтому есть такая штука, как Babel Plugin Transform TypeScript. То есть это, по сути, обычный плагин, который удаляет аннотации, вот как для Flow, так и для TypeScript. Теперь это очень удобно использовать с Babel. И это сделал, более того, чувак с TypeScript Team. И теперь это просто. Мы вот в конфиг добавляем просто этот плагин и используем. И больше никаких Loaderов и отдельных штук не надо подключать. Вот все будет нормально работать. Ну, вот самые простые примеры. Мы можем с помощью Babel SLA или с помощью Webpack использовать эту штуку. Окей. Поговорим теперь про Babel Press 10, проект, с которого я начинал, контрибьютить в Babel. И очень крутая вещь. Вообще, кто этим не пользуется, многие знают эту штуку по такой фигне. Вот вы устанавливались в Webpack, это есть в 2015, и вам вот такая фигня выскакивает. Типа вот, это старая версия, установите новую, там большой этот. Если вы еще 16-17 добавили, не дай бог, в какую-нибудь Package Sons, там вообще жесть начинается. И, да, это на самом деле стоит того, потому что, по сути, это то же самое, что ES15, 16-17, но это сейчас суппортится, в отличие от этих трех пресетов. То есть мы постепенно будем туда обновлять плагины, добавлять новые. И, кроме этого, вы можете с помощью нее именно оптимизировать ваш бандл, потому что это автопрефиксер для Babel. Вы указываете цели, которые надо суппортить, и в зависимости от этого он выбирает, подставляет, то есть те или иные Babel плагины, то есть использует те трансформации или не использует. То есть, по сути, хочу показать такой пример простой. Вот эти четыре браузера, они самые популярные, но я не понимаю вот этот код, который я показывал вначале. Но ради вот этих двух последних мы создаем огроменный бандл и отправляем его клиенту. И вот я построил статистику, это за октябрь. И вот, судя по ней, больше, около 93%, вот именно для них нужен вот этот маленький бандл, который я вам только что показывал. То есть, а SyncAway, то эти браузеры уже все понимают. Там классы и так далее уже давно. А там ИЕ нет. Но для того, чтобы клиент был доволен, мы всегда делаем, ну, то есть все безопасно. И вот в 9 из 10 раз клиент получает вот этот огромный бандл, может вообще получать вот этот. И недавно статья была от Эдди Асмани, в которой он рассказывал, почему так важно хранить очень маленький бандл, ну, именно очень маленький размер JavaScript, очень коротко, потому что чем меньше кода, тем меньше, во-первых, браузеру парсить, компилить, там, трансферить, декомпрессить и так далее. Вот Артем, по-моему, рассказывал, мне кажется, сегодня об этом должен был что-то говорить. Да, и вот, наверное, я не знаю, скриншот этот у него был или нет, но передать 170 килобайт изображения и 170 килобайт JavaScript, на самом деле огромная разница, потому что изображение, оно там задекодилось и все, и отлично открылось, ну, и потом построилось и открылось. Вот за 0,64 это декодинг, и 0,28 это отрисовка изображения, но для такого же размера именно JavaScript файл, он, во-первых, будет 2 секунды парситься и компилироваться, и полторы секунды выполняться потом в самом браузере. Поэтому разница большая. И, кроме того, мы вот подключили в PresetEnv такую штуку, называется Shipped Proposals True, то есть теперь Stage 3 плагины уже можно использовать в этом PresetEnv. И вот я выделил такие популярные Stage 3 плагины, и в чем вообще разница 1000 for await'ов после компиляции бабеля будет весить в 10 раз больше, чем изначально. То есть за счет этих всех хелперов, которые мы создаем для того, чтобы соответствовать спецификации, то есть мы там проверяем на итератор, не итератор, потом создаем хелпер, чтобы перевести это в аналог итератора и так далее. Это все огромное количество места и в итоге разница огромная. Кроме этого, REST Spread тоже там всякие хелперы и там Catch Binding. Там мало изменений, но в свойстве Unicode тоже. Мы их просто тупо все перечисляем и разница тоже получается очень большая. Поэтому вы можете тоже так оптимизировать. Я добавил еще поддержку Technology Preview для PresetEnv, кто разрабатывает на Safari. Очень классно. Теперь он именно использует Technology Preview и стоит три плагины. У вас будет очень все быстро работать. И кроме этого, можете добавлять полифилы в зависимости именно, используете вы их или не используете. Я вот хотел вообще показать такой пример. Да, окей. Так, окей. Допустим, вот сейчас мы, как правило, мы спортим E11 и он не знает про промисы E11 и он подключает этот полифил. Окей. Но если нам надо саппортить последний хром, я не знаю, 60-ый, то он не будет подключать этот полифил и ваш бандл будет намного чище, потому что полифил промиса огромный на самом деле. Кроме этого, вы можете там использовать вот так, типа писать это include, назвать метод в переменную и потом вот так. Нет, что-то я намудрил. Сорян. Сейчас. Да, то есть мы можем также эвалуейтить наше название методов. Вот, допустим, даже так. Допустим, у нас есть какая-то переменная и, кстати, это массив или это может быть стринга. И у нас есть метод, который мы храним в переменной, это includes. То есть пресед этот понимает, что это includes на самом деле и смотрит, что у нас E11 и в зависимости от этого подключает этот полифил и добавляет его в бандл. Ну вот, да, и опять мы там я напишу какой-нибудь Safari 11, да, и он не добавится в бандл. То есть идея в этом. Ну, в принципе, все. Просто хотел показать, чтобы было более понятно. Все. Так, окей. И также мы добавили поддержку в WebLRC.js. Да. То есть сейчас это JSON. Теперь можно JS. Теперь мы можем смотреть прям сразу Node.env, там WebL.env, то есть переменное окружение, под что нам сейчас надо билдить. Прям внутри, если вы не хотите это указать прям в Webpack конфиге, лучше вот отделять вот так проблемы отдельно. и сейчас, да, ну, наверное, должен тоже анимации какие-то быть, но анимации нет, ну ладно. Сейчас, и оно, по-моему, даже не клацается. Все. А, есть. Все. Класс. Да, и вот мы, допустим, можем для девелопмента делать бандл с использованием Safari Technology Preview. Если мы, допустим, хотим Stage 3, чтобы это все быстро работало, мы разрабатываем на Safari Technology Preview, и мы его указываем, а для, в итоге, чтобы не забыть, потом, если это production, мы туда кидаем, вот, бандлим под все подряд. Это очень круто выходит, потому что, и потом экспортируем эти прессы, это потому что, вот я сравнивал время на компиляцию каждый раз, это именно под production на одну секунду больше, то есть одна и две, и две и три, получается, разница. И если вы там во время разработки, я не знаю, там, 10 раз перезагружаете страницу или там вы выходите, куда-то заходите, то постоянно вот эта секунда, и она в итоге накапливается, вы теряете очень много времени. Окей, и кроме этого, вот это классно, мы можем статично определять, под какой environment нам надо сейчас билдить, вот, production, development и так далее. Но идея была, у меня недавно, ну, давно уже просто, что лень был этим заниматься, была идея, вот, понимать, под что билдить, вот, то есть билдить конкретно под цель, которая сейчас отправляет нам запрос. Ну, вот, сейчас попытаюсь объяснить. Допустим, у нас есть статический сервер, окей, и к нему приходит хром. То есть это можно делать не только на статическом, можно там на AWS как-нибудь или еще, ну, то есть это все настраиваемое, просто это как самый простой пример, как идея. Я потом, ну, там, в примерах покажу, я это делал на разных штуках. Окей, приходит хром. Мы можем по запросу определить уже юзер-агент, то есть что там. Для нас это юзер-агент, но для этой штуки это такая целая таблица, с которой он понимает, где какие фичи, ES6, ES7, ES8, и какой браузер, ну, конкретно, спортит эти фичи. И вот он во время компиляции перед этим вот отбивает лишние фичи и экономит и время, и размер бандла именно для текущего браузера. Окей, мы отдаем ему по сути ES6, и даже там 7, и даже stage 3, если это какой-нибудь самый крутой браузер. Окей, приходит, допустим, и ES старый с той же задачей. У него получается не так классно. Окей. И отдаем ему ES5, и, в принципе, хром доволен, и будем надеяться, что в E тоже будет все работать. Как это должно выглядеть? Мы можем как угодно настраивать это. Ну, допустим, мы можем хранить в руте файл браузер, в котором указывать настройки под определенный бандл. То есть, допустим, вот эта конфигурация даст нам 3 бандла. Первый бандл – это для всего подряд, что мы сейчас делаем так. Кроме этого, для тех, кто там Chrome давно не обновлял, или кто на Edge висит, потому что Edge там тоже что-то вроде как суппортит. И последний Chrome, вот самые последние версии, вот, как я говорил, 93%, вот это именно получит последний бандл, самый маленький. Мы, то есть, так сплитим нашу конфигурацию, и вот тут ничего непонятно, но на самом деле это пример обычно по конфига, то есть он такой, но теперь мы его оборачиваем в наш map.config.toTargets метод, в который мы передаем аргументам функцию, которая должна вернуть вот этот объект. То есть вместо просто объекта мы передаем функцию, в которой мы можем получить ID и браузеры. То есть браузеры мы потом вставляем вот сюда, не знаю, плазера или нет, в таргеты и создаем вот конкретный бандл для вот этого, для этой конфигурации. И ID-шник, то есть для того, чтобы потом серверу легко было понять и отдать им на конкретный бандл нужный. Окей, ну это выглядит примерно так. Тут опять все поехало. Вот, да, мы сюда передаем браузеры. Окей, в итоге после этой конфигурации мы создали три бандла. Самый большой весит 192 килобайта. Это я на своем небольшом проекте запустил. Вот средний, там, последние три хрома версии весят 68 килобайт, и последняя версия хрома весит 44 килобайта. То есть разница от того, что билдим сейчас, мы не указываем никакие цели, очень большая почти, больше четырех раз. Окей, кроме этого, вот недавно появилась такая штука, парсель, я там что-то потыцал. У нее там уже за два дня там 6 тысяч старов. Круто. Ну это, по сути, веб-пак, только без конфигурации. Работает, там вообще нет конфигов. Он смотрит там на конфигурацию бабеля, конфигурацию пост-CSS и так далее. На основе этого формирует именно конфиг. Кроме этого, вы не указываете, у него нигде плагины. Он смотрит на плагины, которые он знает в самом пакадже Sony. И если они есть в самом пакадже Sony, он их использует. Такая концепция использовалась в бранче еще в 2011 году. Окей. И я такую фигню напиливнул, вот просто, типа, оборачиваешь эту штуку, вот вис-таргет и парсель, и оно вот просто несколько раз, это самая тупая идея была, но просто, чтобы оно хоть как-то работало, оно просто создает несколько раз, конкретно несколько бандл. Вот так просто мы оборачиваем, и оно вот под каждый environment, вот под каждый бандл создает, ну, как свой BabelRC, где мы просто у нас, браузер это переменная, которая сейчас используется, и в итоге мы запускаем парсель, он хоть не конфигурируемый, но оказалось, что в нем есть опция минус D, которая указывает, куда мы хотим сбандлить наш проект. Окей. И как должен работать статический сервер? Он должен, во-первых, в начале своей работы распарсить, там, вебпак конфиг, получить все бандлы, которые нам нужны, сгенерировать вот эту карту, вот с бандлами, с браузерами, и с лучшим бандлом для него, вот именно в начале, в самом, и прочитать юзер-агент во время уже самого запроса, и потом на основе вот этого мэпа он должен найти и отправить самый маленький бандл для этого браузера. Примерно вот в моей реализации это выглядело так, bundle by user-агент, мы получаем конкретно бандл по юзер-агенту, мы там можем использовать экспресс-юзер-агент и еще что-то, и потом просто отправляем вот текущий бандл, вот, да, и самое важное, это использовать very header, потому что, чтобы не кэшировалось, вот мы, может, закэшировали, вы обновили браузер, или там клиент обновил браузер, и прошло уже полгода, а мы ему отправляем все под старый, там, под Chrome 55 или 48. Вот этот header тоже надо не забывать, и как происходит поиск, но я уже говорил про my app, он сначала смотрит, по сути, отбрасывает самые маленькие, потому что Chrome, последний там 63, но вот под последние три версии он попадает, и все круто, и получается все браузеры получают самый минимальный возможный бандл, то есть в зависимости от нашей конфигурации, и мы меньше парсим, меньше передаем, меньше транспайлем, то, что Эдди Османи писал, и получаем от этого большие преимущества. Да, я расшарю пример, у меня получалось сделать там на других штуках, не только на экспрессе, ну, в принципе, можно это конфигурирует как угодно, это просто как идея, вот так, может, кому-то будет полезно. Ну, в принципе, это, наверное, все, да, все, спасибо. Спасибо. Кто хочет, подписывайтесь, что-то иногда кидают. Да, сразу перед вопросами хочу оговориться, это наша ошибка про верстку, потому что у нас немножко были проблемы с презентацией, пришлось конвертировать презентацию, вот, и извините, что так вот вышло, немножко слайды поехали. Вот, у кого есть вопросы? Бегу. Да, вот как раз перед тем, как ты про бандалутилс рассказал, я вот только думал сейчас, а есть ли такой инструмент, я только хотел задать, рассказал, да, но все равно такой маленький вопрос остался, а есть ли какой-то идеальный пресет с вот этими всеми, ну, описанием, что, типа, вот, ИЕ10, ИЕ11, там, Chrome, типа, самые распространенные, 20 вариаций, на какие браузеры, ну, на какие комбинации мы можем рассчитывать, чтобы это где-то, не знаю, на GitHub было описано, и мы все использовали в своих проектах, и у нас все были самые крутые эти все пресеты. Ну, смотри, вот эти все браузеры, вот, как я говорил, 93% это вот эти 4 самые популярные, которые субпортят почти все, там, Chrome, Safari, Firefox и так далее. Дело в том, что они обновляются на фоне, то есть, 99%, понятно, что мало из пользователей, кто заходит, это вручную вырубает, ну, кто-то может, да, и любит, ну, ладно, и вырубает обновление, автообновление браузера. То есть, мы вручную никогда не обновляем Chrome, мы не видим, как обновляется, он на фоне обновился, и все, у нас там 63. Окей, то есть, вот эти 93% это, скорее всего, то есть, в большинстве случаев это последний браузер вот из этих 4 самых популярных браузеров. И по сути, нам достаточно, наверное, даже два бандла. Это вот эти самые крутые, которые все суппортят, и самые, вот, и я… нам ориентироваться надо либо на самый оптимистичный вариант, либо на самый пессимистичный. Да, да. Спасибо. Спасибо за вопрос. Бегу. А всегда ли корректно работает определение вот по юзер-агенту, особенно со всякими там кэширующими браузерами, по типу у пирамидии и так далее, у которых там миллион разных вариаций и движков под каждую. Ну да, это уже зависит, как вы настроите, то есть юзер-агент в данном случае это такая типа просто абстракция. Я использовал экспресс юзер-агент, он вроде как тоже умеет. Кроме этого, если использовать вот этот вери-заголовок юзер-агент, как я показывал, то оно откинет проблему с кэшированием. Речь о другом чуть-чуть, о том, что по юзер-агенту не всегда можно адекватно браузер определить, какой. Ну, смотрите, самый худший исход, если мы в каком-то из случаев определим неправильно браузер, это то, что человек просто получит бандл побольше. То есть это максимально… То есть он получит поменьше, которое там неправильно отработается. А, ну да. Так, я не знаю. На самом деле, в принципе, таких проблем не возникало. Если у вас есть какие-то кейсы, где прям юзер-агент сложно определить, прям невозможно, Ну вот с Оперомини сложно. Там внутри очень часто там их… С Оперомини, ага. Да, там много… А есть пользователи Оперомини? Что-что? А не существуют пользователи Оперомини? Ну, например, в Нигерии, которая по прогнозам там лет через 5-10 будет третья сторона по населению в мире. Вот. У них Оперомини занимает порядка 70% в рынке. У них в столице живет 20 миллионов человек. Оперомини, это не просто. Есть разница Оперомини? Это масса, что вообще можно связать по парламенту. Ну вот… Там именно проблема в определении версии Оперомини? Проблема в определении версии Оперомини или… В определении версии Оперомини через юзер-агент. Его не всегда нужно определить, что это конкретно Оперомини. Но, по-моему, последняя версия Оперомини все равно не будет попадать под самые последние наши крутые браузеры, которые все суппортят. А можно просто фоллбэк оставлять на такие, где сложно определить, бросить… В любом случае во время разработки будут баги и так далее, но можно создавать такие кейсы и просто знать об этом. юзер-агент. На самом деле не очень часто Оперомини возможно. Просто я интересовался, но почти не встречал таких проблем. Давайте эту дискуссию перенесем уже в кулуары. У нас будет время похоливарить про Оперомини. Еще может быть один очень короткий вопрос. Вот у Леши есть хороший вопрос. Короткий. Очень. Спасибо. Зачем я тебя вспомнил во время доклада? Тебе не стремно шипать разные бандлы, а если баг в бабеле или баг в браузере там работает, там не работает? Если, смотри, проблема в том, что баг в этом, в браузере? Ну, давай на частоту баг в бабеле зачастую. Ладно, баг в бабеле. Ну, так я в любом случае буду шипать за транспайленный код с этим багом. А с этой штукой меньше шансов, что он будет транспайленный. И исходя из этого на баг тоже меньше шансов. Ну, тут, допустим, баг доходит только в E11, у остальных все хорошо. Допустим, да. Сложно дебагать такое? Ну, можно создать ищу в репозитории бабеля, и мы пофиксим. Так и сделаю. Спасибо. Спасибо, Леш. Спасибо еще раз, Артем. Очень клевый доклад. Спасибо. Спасибо. Мы так плавно, плавно плавно...